Первым делом самолеты. Государственное предприятие «Антонов» сообщило о начале конструкторских работ по восстановлению легенды мировой авиации Ан-225 «Мрия». Название самолета в переводе с украинского означает «мечта». 27 февраля 2022 года украинскую ширококрылатую «Мрию» беспощадно разрушила российская армия. Привет, самолеты. И вот это последний тренировочный полет Ан-225, датируемый 11 августом 2021 года. Пять секунд взлета. Четыре, три, два, один. Поехали. Поехала. Номинальный режим. Тормозок ноль. Известный факт, что когда конструировали эту железную птичку, создали два образца. Правда, другой Ан-225 был недостроен. И вот именно эту вторую версию сейчас и хотят превратить в полноценный самолет. 210. 220. Рубеж. Продолжаем. Съем. Отрыв. Шасси убрать. Работа над гордостью авиации идет в секретном месте. К так и нерастроенному второму повелителю неба добавляются как и части разбомбленной «Мрии», так и новые детали. Если говорить о том процессе, который сейчас, скорее всего, идет речь как раз о продолжении работ, связанных как раз с наведением порядок с конструкторской документацией. И, соответственно, некоторые агрегаты системы или элементы конструкционных самолета необходимо нано перепроектировать. Разрабатывать самый большой в мире грузовой самолет начали еще в 1985 году. Поэтому в новой версии покоритель облаков будет иметь много современного технологичного оборудования. Но есть и то, что менять точно не станут. Он внешне будет точно такой же. Точно такой же. Это позволит нам и аутентичность его сохранить. А вот что следовало бы заменить, так это внутренняя составляющая. Из-за недостатка в работе двигателя Д-18 после того, как самолет выруливал на взлетную полосу, ему было необходимо провести процесс прогрева еще около четырех минут. В аэропортах, которые загружены, конечно, это создает для других самолетов небольшой напряг. Потому что обычно взлет с одной полосы максимум с интервалом в одну минуту идет. А мы тут на... и плюс после нас, извиняюсь, с нашим турбулентным следом, по-моему, по всем правилам, чуть ли не три минуты надо, чтобы прошло. Интересно, что только на прогреве Мрия жгла порядка 1200 тонн топлива. Современные двигатели помогут как и ускорить процесс прогрева, так и экономней использовать топливо. Пригодаются к развороту. Пять секунд до разворота. Закрылки бенда собраны. Разворот. 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 Также у гиганта авиации был еще один недостаток. Управлять прежней железной ласточкой было легко в небе, но вот наземное руководство было сложным. Самолет тяжело рулился. Естественно, что камер, на нем должно быть много, чтобы я мог видеть любой момент, как где движется на земле крыло, остальное все. Камеры, чтобы наблюдать за поверхностями самолета в полете, что тоже очень важно. Там шасси должны просматриваться все. Учитывая все это, на постройку новой версии предварительно планируется потратить по меньшей мере 500 миллионов евро. Также на данный момент уже доступно около 30% комплектующих для второго образца. С точки зрения самолета строения, как раз вот даже постройка второй МРИИ, это можно считать, представительство нового самолета. Да, он будет использовать общую базу и тот же фюзеряж, но при этом, в принципе, с точки зрения авиации, это является все-таки новым самолетом. А вот финансированием нового Ан-225 ранее обещал заняться британский предприниматель Ричард Брэнсон, который посещал украинский аэропорт Антонов еще в июле. Еще одним фактором, который строго держат под грифом секретно, является и место восстановления авиационной легенды. Но эксперты в этой сфере делают свои предположения. На сегодняшний день есть хаб для обслуживания самолета в Типа Ан, в том числе Руслана, в Германии. Поэтому если где-то будет рассматриваться возможность достройки такого самолета, то, скорее всего, это может быть только в Германии. За все время полномасштабной войны этот самолет стал главным символом украинской борьбы. Закрылки есть. Закрылки 2, 15. 15 выпускаются. Чтобы привлечь внимание мира к войне в Украине, всемирно известный журнал Vogue провел фотосессию с первой леди Украины Еленой Зеленской на фоне разрушенной украинской птицы. Единственное, о чем я переживала, это о фото в Гастомеле, возле нашего самолета Мрия. А потом я поняла, что это и моя разрушенная Мрия. Мою мечту захватчики разрушили так же, как и мечты многих украинцев. Поэтому воскрешение Мрия означает восстановление и самой Украины. 60 метров по радио высоте меру. Полсотни. 45. 40. Реверс не включаем. 30. 25. 20. 15. 10. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Сидим. Сидим. Хорошо. Катимся. И раз уж началась работа над возобновлением Ан-225 Мрия, то значит, вскоре сбудется еще одна мечта украинцев о победе. АПЛОДИСМЕНТЫ